Мои дорогие, я дома. Я дома. Привет, мои хорошие. Привет. Добрый день. Я дома, слава богу. Только что зашла, раскладываю вещи. Время еще чуть-чуть и будет два часа. Так, телефоны. Что тут еще? А, антибактериальные салфетки. Где тут наша комната? Я ее не забыла, Валюс? Где-то. Так, сейчас всю ванну занесу. Уже зашла, уже руки помыла, уже умылась. Я дома. Ура. Блин, в гостях хорошо, знаете, да? А дома лучше. Как бы тебе не было комфортно в гостях, это... Ах! Так. В гостях-то и сыто, и пьяно, и нос в табаке. Ну, блин. Как дома хорошо. Как хорошо дома. Это вообще... Я прям заехала в Каминск. Я же прям такая... Фух! Дома. Дома, дома, дома. Дома. То есть, вот видите, да? Телефон упал. Был бы дорогой телефон, он бы разбился. А это балалайка не разобьется никогда. Так. Да будет Wi-Fi. Фух. Осталось 6% зарядки. Ну, еще бы. Это штатив с собой брала. Что это за нитки? Я вот такое не люблю, когда у меня какие-то нитки. Вот это вот что такое? От чехла. Сейчас я подпалю. Заехала к Олесиным родителям. Отдала торт. Ой-ой. Давай, пожару устрой. Ой. Отдала торт. То есть, Наташа видела? То есть, Валера увидела, а Златку не видела. Златка где-то в доме. Но меня ждал водитель, поэтому я... Нет. И я на такси приехала. Шикарная женщина. Так, тик, 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 тик. Это от щёточки, от зубной. Это чистый пакетик. Сюда его. Господи. Всегда так, что тисимо. Хуёвенько чувствует, когда я его складываю. Это что такое? Что-то... А, это перчатки. Это неиспользованные перчатки я с собой брала. Так. Кто это мне написал? Кто, блядь, посмел меня побеспокоить? Это ёбаный Инстаграм. Я, блядь, ненавижу этот Инстаграм. Кто это, 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 блядь, ненавижу этот Инстаграм. Так, так, так. Зарядное устройство. Повар-бамп. Холодно. Так, губная помада. Вот в такси я её не могла найти. Потому что у меня сумки было завалено так. А вот, например, у меня две гигиенички с собой. Эп, твоя мать. Так, вот это наполовину. Вот это целое, это надо убрать. Так, крем для рук. Оставшаяся жвачка, туалетная бумага, влажная салфетка. Ещё туалетная бумага. Какая туалетная бумага? Влажная салфетка и это духи. Блин, зажигалка. Чё у меня? Чья зажигалка? Так, зажигалку на балкон. Как-то сука... Это... Откуда она у меня взялась зажигалку? У меня, у некурящего человека, откуда взялась зажигалка в сумке? Семьсот рублей осталось. Какая прелесть. Какая прелесть. Какая прелесть. Так, сумку разобрала. Так, заколочку на место. Куртку на балкон. Чё я, блин... Столько машин в ней прошла. Пускай полежит моё пальтишко на балконе, погреется на солнышке. Пускай. Сейчас я мигом. Так, встряхнула. А, я сказала, нет. Мы к Олесе заехали на работу. Она показала мне своё рабочее место. Показала станок, на котором она работает. При мне поставила на гравировку камень. Так необычно. Ну, там снимать, сами понимаете. Там горе людей. Там памятники. Там памятники и там фамилии. Там на каждом памятнике, который готовы к выдаче, дата смерти. Там, как бы, фамилия. Некрасиво. Некрасиво. Я хотела бы поснимать. Но если бы, допустим, где гарантия того... Так, это платок у меня на голове был. У нас холодно. По-прежнему холодно. Оливки. Которые мне понравились. Ну, вот эту баночку, которую мы кушали. Олеська мне её отдала. Куркума. Видите? Куркума, куркума. Без подарков не обошлось. Мне ей кофе подарили. Олеся не пьёт в зёрнах, а ей что-то подарил из клиентов. Как благодарность. Она говорит, забирай. Она говорит, у меня просто так, говорит, оно пролежит. А, так. Произвено в ноябре 18-го года до ноября 20-го. О. То есть, надо пить до ноября 20-го года. Само то. Выпью. Спасибо, Оресь. Видите, что подарила? А, это кокос. Кокос она привезла из поездки. Он в вакуумной упаковке. Кокос. Так, ну, это моя пижама. Надо ей сразу стирку бросить. А это, это... Мы хотели заехать в магазин. Блин, за хлопковым маслом, чтобы купить его. И мы так долго прошаперились. Надо выезжать. Причём, мы вызвали такси, поехали с Олесей на работу к ней. На сибирский тракт. Вызвали. Олеся на полдороги заметила, что она забыла дома о свой Айкос. Мы вернулись. Короче, мы там прошаперились дольше. А это хлопковое масло. Буду делать салаты. Прикиньте. Ну, это из баночки этот перец, халапени, который Олеська любит. Которую она просто, просто любит. Просто до головокружения она его любит. Так. Чё, всё? Ох, я домой приехала. Знаете, вот так вырваться из суеты и приехать домой, спойду в душу, спойду купаться. Вырваться из суеты и из какой-то вот, из какой-то обыденности, повседневности. Даже маленькое путешествие – это путешествие. Тем более, когда ты себя выдергиваешь на сутки, когда новые люди, когда новые знакомства, когда гостеприимный хлебосольный дом, когда хорошие дружеские эмоции. Знаете, это вот, это дорогого стоит. Подчёркиваю ещё раз о том, что я туда-обратно на машине, я ни с кем не контактировала. Заразу никакую я в Каменск-Уральске не привезла. Можете тут не пиздеть. Я везде была в маске и в перчатках. Везде. Абсолютно во всех общественных местах. А мы когда зашли вчера в Перекрёсток, там стоит на входе этот, как его зовут, неувлажнитель, как он? Антисептик. Антисептик. Я сразу же почистила эти, почистила ручки. У Алисы, представляете, перед входом в подъезд антисептик. Вот домофон и тут такой вот тугус, как в общественном туалете, как жидкое мыло. Он просто прикреплён на двери антисептиком. Это вот такие. Так, надо... Господи, блядь, кого там ломает? Пошла к ней платок тоже встряхнуть с балкона. Ну так. На предмет всего. И тоже оставлю на балконе. Вот так телефон разобился. А тут, где пиликает. А давайте-ка я с кофе сварю. Я 3%. 3%. Боже мой. Боже мой. Так. Турку никто не помыл. Ё-моё. Никто даже не подумал. А кто, собственно говоря, её помоет? Блядь, этому ёбнутому что надо от меня? Олеся, привет. У меня телефон на последнем издыхании. Заехала, торт отдала. Маму видела. Поцеловала твою маму. Папу видела. Папа так весело поприветствовал. Златки где-то не было. Была где-то в доме. Всё, моя дорогая, спасибо за гостеприимство. Обнимаю, целую. Так. Игорь Поплывин. С днём Светлой Пасхи. Игорь Германович, вас тоже со Светлой Пасхой. Воистину Воскресе. Теблит поздравления, Маша. А, идеальный кулич. Посмотрите, да, Маша высыла. Это бокал пива, сверху посыпка, куличик. Маша, это действительно идеальный кулич. Христос Воскресе. А, Инна, Христос Воскресе. Маша, воистину Воскресе. Это был наш с тобой диалог. Олеся записывается так. Наташа Токарева. Наташенька моя дорогая, поздравляю тебя. Воистину Воскресе. Всех благ. Я, кстати, из Екатеринбурга приехала. И была бы погода такая летная, теплая, и не было этого гребаного коронавируса, мы бы с тобой обязательно, детка, увиделись. Хорошего дня, поздравляю еще раз. Олеська моя. Олеська. 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 Я вообще не могу. Смотрите, какое потрясающее чувство юмора у человека. Тебе не кажется, что я поправилась? Милая, ты никогда и не была худенькой. Время смерти 15-20. Причина смерти коронавирус. Блядь, сука, черный юмор. Олесечка моя дорогая, привет, привет. С Пасхой тебя. Инна. Христос воскрес. Олеся. Воистину воскрес. Это моя скрипачка. Ирина. Красноярск. Индра первая. Иринка, привет, моя дорогая. Привет, привет. Только домой зашла. Раскладываю пакеты. Сейчас сварю кофе и все. Я открыта к общению. Ты, кстати, вы приехали с дачи или нет? Так, она мне голосовой отправила. А, Олеся. Она думала, что я там. Все еще. Олеся, привет. Так, Олеся. Настенька, спасибо тебе большое. Мне уже позвонила, мама сказала, поблагодарила. Прямо тоже. Довольная. Тебе спасибо, что приехала. Станок. Слушайте. Вот эту вот горчинку поменяла. Все равно какие-то пазлы уже поменялись. Все в голове. Вот. Ну, еще раз тебя с праздником. И, ну, я сейчас закончу работать. Поеду в июле. И у меня появилась очень классная идея. Хочу ее потом заводить. Слушайте, записывает и станок ходит. Мы выставили станок, в общем, который обрабатывает камень. Выглядит, знаете, подобным образом. Как стол. Вот такая вот какая-то ахабазина, которая закрепляет камень с двух сторон. И вот такая вот игла. Щих-щих-щих-щих-щих-щих. Знаете, я зашла. Там так все здорово. Там видно, что мастерская камня. Там классно. Там классная атмосфера. Понимаете? Вот я вам сейчас скажу. Мне хорошо на кладбище. Мне душой хорошо на кладбище. И надгробные камни меня нисколько не пугают. Но это... Я бы сняла, но нельзя такое снимать. У меня вот то же самое мама говорит. Мне хорошо, мне спокойно на кладбище. Олеськи тоже. Олеськи там тоже хорошо. Понимаете? Там как... Там как свое это... Как... Любовь и жизнь, и смерть. Они же вечны. Поэтому в этом что-то есть. Причем я такая говорю. Олесь, ты не боишься работать? Она говорит. Инна, эту работу тоже должен кто-то выполнять. Вот именно делать надгробие. Именно вот портреты рисовать. Вот что значит, да? До чего даю прогресс. На компьютере фотографию отрисовывает. И переносит на станок. Задает программу, и он уже вырисовывает. Вот записывает мне голосовое. И это, как сказать... И слышно, что... Что это, игла ездит по камню. А там достаточно шумно. Достаточно шумно, вот, но в мастерской. Так, дофига налила воды. Так, время 10 минут третьего. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я сейчас пойду в душ. Я пойду в душ. Я пойду купаться. Так, кофе. Кофе, кофе, кофе. Кофе много не бывает. Так, это у меня до какого кофе? До какого срок годности? А, на дне упаковки. Это до сентября 2021 года. Получается, я пью первое кофе. Раз это до ноября 2020-го, первое кофе я пью вот это вот, эгоист. После того, как у меня тут баночка заканчивается, я пью первое кофе эгоист. Это тоже в зерне. А потом вот это вот, мое любимое. Так, это подальше убираем. Неиспользованные перчатки. Возвращаю. Все бралось чистыми руками. А, кстати, надо две оставить. Я сейчас буду голову красить хной. А, там есть. Там выйду из душа, буду голову красить хной. Там есть в этом, в мешочке. Я вспомнила. Обалденные оливки. И мы просто, если бы мы еще начали ездить по перекресткам, оливки говорят, забирайте. Она говорит, поехали, купим тебе перчик халапень. Я говорю, нет, моя дорогая. Перчик халапень мне не надо. Больно острый. Так, куркума. У меня есть какая-нибудь маленькая баночка, чтобы пересыпать куркуму. Нет? А почему? Я вот с одеждой сюда зачем залажу? Мне тут когда баночки стояли? Никогда. Так, какая-нибудь малютошная баночка. Самая малютошная Аня. Вот это очень большая, да, банка вот, для такого количества куркумы. Ну, здесь больше, чем чайная ложка. Ну, переложу сюда, в этом. В мешочке же тоже данный вариант. В мешочке хорошо, комфортно, гостеприимно. Блин, ну, спать на своей подушечке хорошо. На своей подушечке. Очень-очень-очень классно спать дома. У меня, получается, на этой неделе я толком, я толком не спала дома там. Одну ночь, половину ночи я была у Вовки. Считаю, ночью у Олесики. Ну, и все, все остальные ночи дома. Как цыганская лошадь. Всегда домой. Олеся жила бы? А, блин, я тупица. Ну, что я достала. Блин, я как их тогда? Подержала в руках кофе и не положила его. Ну, так вот. И я еще жду кофе. Проверила точно. Турка, да, пустая. Инна, ну, я вообще в шоке просто. Кого ты там собралась варить? А, Олеска, не фанатик кофе. Она говорит, я женщина с давлением. Я говорю, да моя ты куколка, с каким ты давлением? Так, вот это вот, три раз у меня еще ответить. Так, тут мне Олеся Маша написала. Мы сейчас на шашлыки. Блядь. А, мы сейчас на машлыки. А ты что сегодня решила или дома пока? Ну, я к подруге у нее во двор. А, я к подруге у нее во двор. Боюсь на такси ехать. Вдруг там кто-то напичихал. Маша, а так-то вообще больше трех нельзя собираться. Ну, во двор, на открытом воздухе. Если вы в своем доме, то нормально. Ну, я вот только что ехала из Екатеринбурга на такси, поэтому таксисты, они, слушай, они все в масках. Надень маску и нормально будет. Перчатки потом зайди, сразу руки вымой. И все. И в порядке все будет. Хорошего отдыха тебе. Так, моя Женька, Христос воскрес. Женечка, привет, моя дорогая. Привет, привет. Христос воскрес, воистину воскрес. Ладушку поцелуй. Хорошего тебе дня. Кстати, я завтра иду на работу. Примерно с трех. И во вторник я с утра буду на работе. Олеська моя печатает. А, в трех километрах. Я, Максим и Анька. А, мы втроем. Я, Максим и Анька. И дети. Ну, блин. Маша, дети так-то тоже люди. И дети. Короче, не заболейте. Олеся написала, воистину и с праздником. Олеся моя, которая в Англии живет. Так, Маша тут же, блядь, что-то пишет. Мама прислала видео. Прошу, дай Господь, тебе немного счастья. Да-да-да-да-да-да-да. Дороги светлые. Да-да. Мама. Мама, воистину воскрес. Я из Екатеринбурга приехала. О, Олеси была. Ну, ты знаешь. Я ей не говорю. Тетя Вера, блядь, Лишенко. Как вы заебали эти открытки. Тетя Вера, здравствуйте. Вас тоже с праздником. Светлой Пасхи. Всего вам доброго. Воистину воскрес. Лена Габинет. С которой я познакомилась в Аланье. Я написала, Лена моя дорогая, воистину воскрес с праздником. Но мы с ней это еще утром переписывались, когда еще в Екатии была. Так, сейчас я этому пидору отвечу. Так, я же не могу вам сказать пидор. Подожди. Мне нужно... А почему я не могу вам сказать пидор? Блядь, он не пидор. Тут как бы... Он не пидор. Он не пидор и... Блядь, как бы ему написать, чтобы он от меня отвязался. Как бы, как бы... Ну все. Блядь. Слушай, и тебе не здрасте. Ты почему не поздоровался со мной и даже начал такое писать? Это твое дело знакомиться с таксистами, придурок. Вот так вот. Типа ревность. Миланка выставила статус. Лучший из того, что происходит, это приближение Рамадана. Пусть Аллах дарует нам дожить до него и провести его во благе. Моя Миланка, которая это на ватсапе статус установила. Пусть Аллах дарует нам дожить до него и провести его во благе. Лучшее из того, что происходит, это приближение Рамадана. А что, мусульман, все? Рамадан? Анжела! Блин. Ну, блин, тут, короче, это прикольчик с котиком. Моя Настя из Хабаровска. Ну, тут она творческая личность. Настеньку я тоже поздравила. Так, все. Кофе варится. Кофе варится. Кофе варится. Это формалось кокетик. Жевко. Надо выбросить. Давайте подкроем. Уже столько пакетов разобрала, да, Эта? С полосной руки. Блин, как классно дома, а! Как классно дома! Дома! Я зарезал камень. О, вот все в каком вакууме. Обычно, знаете, в такие штуки кладут, ну, чтобы не было влаги. А ты посмотри на такой вакуум. Прям вот как стянутый. Давайте попробуем. Так. Сейчас мы попробуем. Попробуем, попробуем. Так, так, так. Лужечки. Я утром пила кофе обычный. Обычный. И для меня это так непривычно. Но я пила с вкусным тортом утром кофе. Позавтракала полноценно. Прям полноценно. Я как будто бы вот пообедала. Картошку, мясо. Картошку, мясо, что там еще? Салат. Кусок торта съела. Я проснулась раньше всех. Вообще раньше всех. Потом проснулась Олеся, пошла в душ. Ой, 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 ой. Ой, 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 пошла в душ, пошла купаться. Давай сушиться, давай красить глазки. Так, ну-ка давайте. Так, это... Блин, это... Это просто кокос. Блин, я думала, он какой-нибудь сухой. Нет, это реально просто кокос. Я думала, это по-другому как-то. Абсолютно натуральный кокос. Потрясающе, Олеся. Я такое люблю. Буду хранить в холодильнике. Что-то мне наибаше уже сообщение. Просто вручную почищенный, просто кокос. Такой мокренький. Ммм, обалденно. Так, 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 так. Я езжу кожу. Ножницы на место. Ой, кружечка кофе дома. Ммм. И как-то оно мне даже не убежало. И как-то даже не запачкало плиту. Какая прелесть. Какая прелесть. Какая прелесть. Так. Посмотрим. Игорь Павловин опять выяснил воскресный. Олеська. Фотку выслала. Ай. Выслала своего котика. Лежит на Олеське. Моя куколка обнимает тебя. Так, один процент разорядки. Подожди. А кто это мне? От кого сообщения со звуком приходят? А ты, говоря, со звуком. Ну, подожди, что-то. Не чумакуй. Не надо мне, блядь, никого со звуком. Вот смотрите. У меня, вот, вот, видите, видите, у меня все без звука. Вот вообще все абсолютно без звука. Видите, микрофончики зачеркнутые. Абсолютно все без звука. И звука не должно быть у меня. Мы с Олесей спали в одной комнате. Да что уж говорить на одной кровати. И это у Олески всю ночь телефон разрывается. Она его отключить не может. Она во всяких там групповых чатах состоит. Ну, эти рабочие-то вот эти вот. Она говорит, ну, я не могу его отключить. Я говорю, ну, хотя бы для групповых чатах. Она говорит, не могу. Не могу. Просто, говорит, а она привыкла к такой вот движухе. А я привыкла до такой степени, что у меня тишина. Что я телефон беру в руки только тогда, когда я хочу его взять. Я привыкла, что у меня тишина. И что я не хочу даже так. Подожди. Попью кофе. Брошу сейчас его в стирку. А почему в стирку бросать? Я его брала чистый. Не, ладно, постирай. Я его брала чистый. Что там у Олески все чисто. Ладно, постирай. Все равно в дороге был. Туда-сюда, это, возила его. Хоть он и на машине туда-сюда, это, катался мой. Блядь. Меня вот эти вот, вот эта вот ерунда меня когда-нибудь в гроб заведет. Вот видите, как должно быть. А куда заглушка эта, которая держит, куда она делась, я не знаю. Пойдем сейчас на балкон. Покурим. Покурим? Посмотрите, что я говорю. Покурим. А значит, если сказала, что покурим, значит покурим. Так, мешочек. Губки накрашенные. Я же обещала не курить больше. Я, кстати, сигареты-то ведь никому не отдала. Мне надо их просто отдать кому-то, чтобы у них дома не было. Какое солнышко. Какая прелестная погода. Только лишь на балконе она прелестная. Только лишь на балконе. Потому что по факту холодно. Мои балконные очки. Пыльные. Обычно я мою балкон. И тут же мою очки. Ох, как хорошо. Выпью кружечку кофе. И пойду в душ. Небо такое красивое. Но на самом деле не особо-то и жарко. Где мои сигареты. Все под рукой. Я шубу заказала лису. Лису. Надо, кстати, предоплату отдать 5000. Телефон таки у меня. А, блядь, в зарядке. Мне лиса сбросила контакт. А, парни идут. Вообще народу ходит мало, конечно, по улице. Дураки, блядь. Мелкие дураки. Это идут, ну, молодые люди. Там им лет 16, может быть. Им сигареты я не отдам. Мне бы какому-нибудь мужику, знаете, такому вот, какому-нибудь бродяге отдать. Сказать, забери сигареты. Детям же я не отдам сигареты. Я бы сейчас им сбросила с окна и все. И на этом все. Курей в бой. Сейчас пойду в душ. Красить голову. Нужно отодвинуть машину. Потому что мои ручки... Мои руки крюки, блядь. Когда маску говорю. Купила маски для лица. Три штуки, одну дали в подарок. Тканевые. Ихну купила. И вот на стиральной машине... На стиральной машинке там у меня такие есть... Такие поддончики, там всякие. Крема, мыло лежит. Вот это вот. Все уходовое. Блядь, я как вспомню. Я думала, я в корзинку кладу. И что получается? Положила за корзинку и упала туда все. Скатилась за машинку за стиралью. Надо отодвигать. Выдохнула прям. Иногда новых впечатлений хватает. Ну, на какое-то время мне хватит. А потом нужно будет еще куда-то съездить. Ну, хотя бы в Челябинск. Тут хоть по Уралу вращаться. Парни, которые мотокроссом занимаются. Мотоциклы-то спортивные. Четыре человека, которые мотокроссом занимаются. У нас, кстати, в городе лучшая мотоциклетная школа. Лучшая. Димка Хамицевич из нашего города. Десятикратный чемпион мира. Мой дружок. Этот магнитик с автографом на холодильнике. Димочка подарил. Мы с ним болтали. Но нас еще на карантин не высадили. Это, наверное, начало марта было. Чемпионат мира отменили. Из-за коронавируса. Не, курить, блядь, фу. Сейчас докуриваю и выбросаю. Все, стоят за 100%. Нужно выбросить сигареты просто-напросто. Значит, кто-нибудь идет? Может, так их бросишь, а не... Ёвка идет какая-то. Вот тут какой-нибудь мужик бы шел. Я бы ему отдала. Вот так вот их бросишь на землю. И что? У нас не сегодня, а завтра опять дождь пойдет. До того момента, может быть, конечно, их поднимут. Птички поют. Какой кофе вкусный. Какая жизнь вкусная у меня. Прям вот с новыми людьми познакомилась. Новые впечатления. Маленькое путешествие. Сутки дома не было. Чуть-чуть. Чуть-чуть побольше, чем сутки. Там на часик, на два. Считайте, дома не было сутки. А сколько впечатлений? Очень. А, я думал, откуда светит. Вот откуда светит. Вот, я прям сижу под солнцем. Видите? Видите, видите. Прям под солнцем вообще. В душ, в душ, в душ, в душ, в душ. Вот сюда закрываю. Там Лёха покурит и уходит. А распялит окно. И тут, знаете, пепел, он же лёгкий. Он раздувает его постоянно. Я всегда на него ору. Ах, как холодно. Ветер открыл раму. Прям холодно. Прям сдувает. Ну, реально холодно у нас. А вечером вчера было вообще пиздец просто. Екатеринбург на 100 километров севернее, чем Каминск-Уральский. В Екатеринбурге всегда холоднее на 1-2 градуса. Я думала, что вчера вечером. Но было, наверное, градуса 2. Мы допоздна сидели. Потом я вышла на балкон. Ну, там мы торт держали на балконе. Я за тортом вышла. И вообще прям холодно. А Леся сидит. Блядь, я вообще не могу. Ещё бы она не кашляла. Ну, ещё бы она не кашляла. Сидит возле окна. Он возле открытого окна. На улице, блядь, 2 градуса. Босыми ногами. На полу. Сидим, курим. Ну, вот этот свой ёбаный Айкас. Ещё бы она не кашляла. Как хорошая девка есть. У меня, блядь, все такие заебаные просто. Ну, реально, мне надо сигареты кому-то отдать. Видите, никто как на грех не идёт. Никто не идёт. Ну, вот салаги двое прошли. Я же дитя мне одна сигарета. Видите, травка уже зелёная проклёвывается. Это от моего платка. Зелёные почки. Посмотри, как. Вот весна. Видите, зелёные почки. Как красиво. А потом в мае у меня здесь всё покроется цветами. Как яблоневый сад будет. Как красиво. Я буду каждое утро выходить на балкон и пить кофе. Я всю эту суету вообще уберу. Просто так буду сидеть. Мазаться кремиком на балконе. Одеваться на балконе. Всё буду делать на балконе. А, куда? Блядь, у нас же карантин. У нас же карантин. Раньше-то, в прошлом году-то я собиралась на работу. Ой, так может быть уже к маю откроют? Может быть мы будем ходить на работу? Господи, пожалуйста. Господи. О, солнышко скрылось. Заточки зашло. Господи, пожалуйста. Пускай карантин пройдёт. У Олески деревянные очки. Мне тоже надо такие взять. Ну-ка. Идут кто-то. К самому чё. Видите, какой модный. О, красивый. Ещё в шубке. Ну, потому что холодно. Даже собачонок в шубке, видите? Видно его или нет? Мне кажется, а то интерьер. Подождите, я спрошу. Джессика. Джессика. А девушка курит, блядь, или нет? Или она просто держит руку в рта? Нет, она просто руку в рта держит. Вот видите, насколько холодно. Все в капюшонах, все в куртках. Сыпачок. Она по телефону разговаривает. Если бы она не болтала по телефону, я бы у неё спросила. Девушка, вы курите или нет? И отдала бы ей сигареты. Чё, взрослая девка. А так она по телефону говорит. А вдруг с кем она говорит по телефону? Например, с мамой, к примеру. И я спрашиваю, девушка, вы курите? Как бы, ну зачем это? Это палево. Боже. Я дома. Я дома. Как хорошо. Я в душ? Красить волосу. Всё седое. Все седые эти. Сами понимаете, да? Мне там шлюхи какие-то пишут. Ёбаные хейтеры. И не 60. Там. Ну что такое они мне и пишут? Всё. Закончилось кофе. Закончилось кофе. Закончилось. Всё. Именно. Ещё раз глянь. Извините, пожалуйста. Мужчина, вы курите? Я вам хотела сигареты просто свои бросить. Я бросаю курить. Правильно. Выбросить. Я хотела вдруг... Я выбросить-то их не могу. Нет, выбросить. Это бы не жалко было. Я хотела добрым людям дать. Я куринт хотел. А, да? Спасибо. Ну ладно, уж не с окна тогда. Чтоб не сорить. Никто, блядь, не видел, как мой грех. Суки, смерти мои хотят, что ли? Я ничего не понимаю. Ну ладно. Так. Чё? Всё? Пятнадцать процентов уже залетелось. Господи. А, Наташа токарева. Четыре сообщения. Сейчас прочтём. Инна, дорогая. Привет, дорогая. Да, конечно, обязательно увидимся. В гости приедешь. Погуляем. Погостишь. Женя в новую квартиру заехал в Солнечном районе. Женин вид из окна. Женька – это её брат, мой друг. Женя Сидун. Работает, между прочим. Закончил строительный факультет в УПИ. И работает каким-то начальником. И сбросила мне вид из окна, Женькин. Наташа Женьку сто лет не видела, не слышала вообще. Он сейчас занятой мужчина. Серьёзный человек. Моя дорогая, всё. Надеюсь, коронавирус закончится. И мы увидимся, погуляем, обнимемся. Всё, моя хорошая. Всех благ. Так, тык, тык, тык. Олеська мне прислала. Сердечко. Ха-ха-ха. Этот хуирыга прослушал сообщение, а молчит. Синие галки. Так, ну и всё. 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 Блядь, у меня же света нет. Господи. У меня же света нет. Всё, платье в стирку. Блядь, про куриное. Вчера в нём курила. Сегодня курила. Всё, мои дорогие. Всё. Всё. Продолжение следует...